МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430М, 99,1 FM, на нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем канале в YouTube Radio NVC, ну и, конечно, с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах, айпадах. И как справедливо все время добавляет Анатолий, а если у вас Android, то тогда просто через браузер на наш веб-сайт, и там сразу идет трансляция. Так что милости просим. Причем те, которые могут это сделать по-любому, я вас просто приглашаю слушать через приложение, потому что качество, конечно, абсолютно намного лучше. Сегодня заглянул в Facebook, и там какие-то мессичи, сообщения я посмотрел. Оказывается, цензура работает в Facebook. То есть моих там несколько постов заблокировано, и они мне пишут, что, дескать, это не соответствует нашим стандартам, и либо вы удаляете это все, либо вы будете видеть это только вы. То есть я сам для себя, сам себе читаю. Сам себе читаю. Один пост был о геноциде мусульман в Индии. Один пост был о том, что... мюзикл про Хиллари и про Квинтон. Билл, нет, Хиллари и Энд Клинтон. Да, Хиллари и Энд Клинтон, что он прежде времени сворачивается, поскольку у публики интерес к этим массовам пропал. И вот это, так сказать, не соответствует стандартам Facebook. То есть Facebook включился так по полной программе. Потом еще какая-то у них будет хейт, что-то такое. Agent, hate agent. То есть не то, что ты какие-то хейт-спич позволяешь себе, а если даже ты нейтрально высказался относительно человека, которого в Facebook считают ненавистником, то у тебя уже тоже красный флажок, в общем, Зукербургер. Меня интересует одна вещь. Вот вопрос задать кому-нибудь, ну так, где-то в районе Демократической партии, да? А не это ли является калужин между Демократической партией и платформой соцсетей? Не это ли является калужин? Да. Понимаешь? А если уж говорить о медиа, которая должна быть как бы беспристрастной. Да, видишь, интересная вещь. Почему я сказал именно в отношении соцсетей? Потому что медиа, ну это понятно, что они левые, но по крайней мере они все-таки регулируются правительством. Они под FCC все-таки ходят под каким-то богом. А вот соцсети, над ними ведь вообще никого нет. То есть делай, что хочешь. Вот зато наш радиослушатель из Израиля пишет. В Facebook не могу ставить вам лайки. Вот что пишут уроды. Это функция временно заблокирована из-за вашей недавней публикации, нарушающей правила Facebook. Это значит, что наши радиослушатели на самом деле в тюрьме находятся в Facebook. Поэтому, что бы он ни делал, все его действия заблокированы. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Сергей, ну это нормально, то, что произошло в Facebook. Такая демократическая, социалистическая страна, как Швеция, например. В последнее время практически 100% преступлений, изнасилований, грабежей совершаются выходцами из Северной Америки, в основном мусульманами. Но печатать об этом ни в коем случае нельзя. Полиция об этом сообщать нельзя. Ну и то же самое. Абсолютно. Спасибо. Спасибо. Ну, я вам скажу, вы знаете, вот чем дальше оно заходит, у меня очень серьезное такое мнение, что очень скоро Facebook останется, вот серьезно, просто там фотография, и то. Я думаю, что очень многие люди начнут постепенно уходить из этой платформы. Я уже знаю вот очень многих своих друзей, которые на этом поставили крест, просто ушли из Facebook. Все, перестали пользоваться. Я понимаю, что 1-2 человека, 10-20 человек погоды не создадут, но вот такие шаги не могут остаться незамеченными. Просто не могут. Окей, как бы три вещи, которые я в силу различных обстоятельств пропустил. Я знаю, что они имели место быть, три события. Ну, я сейчас назову их, а вы там, кто подхватит, кто что расскажет. Ну, первое, это, конечно, объявление президента Трампа, это ралли, на котором он объявил о своей президентской гонке, о том, что он будет участвовать в президентской гонке на второй срок. Второе, это слушание о репарациях, чем дальше влез, тем толще партизаны. И третье, это Акасия Кортес сравнила с концлагерями детеншн-центров, в которых содержатся нелегальные иммигранты. И она не одна такая, ее поддержал Джеред Недлер, ну, и один из наших адвокатов, знакомый твой, мой хороший знакомый, когда тоже выступил в защиту, объясняя это тем, что, по сути дела, ну, это не имеет ничего общего, пишет он, с лагерями смерти, но это, по сути дела, концентрационный лагерь, на что я сказал. Ну, вообще, это бессовестно сравнивать, особенно, если уж мы говорим о русскоязычных, то каждый из нас ассоциативно понимает, что такое концентрационный лагерь. Причем, даже те, которые здесь выросли, то есть, мои дети, которые здесь родились, вообще, для этого не нужно быть с огромным образованием. Это нужно просто объяснять и понимать. Но дети русскоговорящих, они все прекрасно знают, что происходило во время войны, они прекрасно знают, что такое Аушвиц, они прекрасно знают, что такое Треблинка, они прекрасно знают... Что такое Собибор и так далее. Что такое, да. Абсолютно. Причем, ведь вот эти центры, о которых с такой страстью говорят демократы, это ведь не изобретение Трампа. Это было всегда, это было при Обаме. Но почему-то я не помню, может быть, я не прав, может быть, это проходило мимо ушей, но почему-то я не помню, чтобы те, кто сегодня визжат о том, что на границе, на южной границе США, так сказать, устраивает концентрационные лагеря, я не помню, чтобы они об этом говорили во времена Обамы. Хотя все было то же самое, те же самые центры и так далее. Вот это меня смущает. То есть, на самом деле, это делается умышленно. И мне очень печально, когда парень, которому я, в принципе, неплохо отношусь, образованный адвокат, экономист, и он включается в эту игру и начинает их защищать. Это делается с умыслом. То есть, на границе у нас концентрационные лагеря. Дик Дюрбинс сравнивает наших солдат с эсэсовцами. Помнишь такое выступление? Значит, эти все страдающие от Трамп-деренджмент-синдром сравнивают Трампа с Гитлером. Ну, мало того, что они оскорбляют всех нас, сравнивая нашего президента с Гитлером, они так или иначе преуменьшают, нивелируют ту трагедию, которая состояла, которая имела место быть в 30-х, 40-х годах. У меня к этим людям, наверное, людям, потому что я не знаю, как по-другому их назвать, у меня бы к ним были пару вопросов. То есть, можно ли тогда в таком случае назвать летний лагерь туда, куда мы все отправляем своих детей, с концентрационным лагерем? Почему? Потому что, судя по их логике... Давай, примем звонок, потом... Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я удивляюсь, что вы удивляетесь. Потому что я уже ничему не удивляюсь от них, что от них можно услышать. Я только жду, какую новую гадость и дурость они придумают, демократы. Потому что им нечем крыть, а Трампа надо убрать. Вот и все. Поэтому они делают такие глупости без конца гадкие. Спасибо большое. Ты понимаешь, смотри, ведь они сравнивают... Возьмем Акасио-Кортес. Я уже даже не буду говорить про наших общих знакомых. Хотя я тебе скажу, ты знаешь, интересная вещь. Почему? Потому что мы все время пытаемся обойти факт того, чтобы раскрыть имя, дать понять, кто это, что это. Почему? Потому что мы все-таки считаем и уважаем этих людей. Мы знаем, что они, наверное, лучше, сами по себе, они лучше, чем то, что они вытворяют на Фейсбук. Но вопрос такой. Значит, у меня бы, как Акасио-Кортес, было бы четыре вопроса. Всего-навсего. Первое. Этих людей туда силком тянули в эти лагеря. Это раз. То, что я написал в ответе, я написал, что каждый из тех гватемальцев, гондурасов и прочих, которые нелегально переходят границу и потом добровольно сдаются властям, они заведомо знают, что они будут помещены в детеншн-сердер. Вот, видишь, я пропустил этот пост, честно. Но это первый вопрос. Второй вопрос этих... Давай, мы продолжим задавать вопросы. Давай, давай. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. А как вы знаете, Фейсбук объявил о том, что в следующем году они будут запускать электронную валюту. Да. И я думаю, что это большая ошибка Фейсбука, потому что они создадут конкуренцию доллару. А это уже правительству нашему никак не понравится. И вот тут они за ними пойдут довольно серьезно. И чем это закончится с варой, неизвестно. Но, во всяком случае, их электронная валюта, конечно, будет более серьезным конкурентом доллару, чем, скажем, биткоин. И другие электронные валюты. Поэтому я думаю, что правительство за ними пойдет довольно серьезно. И может им сделать, ну, если не конец, но, во всяком случае, сильно их развалить. Спасибо большое. Вы понимаете, проблема с тем, что вы говорите, решается элементарно. Просто берут и переносят штаб-квартиру компании куда-нибудь в Швейцарию. И все. И на этом заканчивается власть Америки над Фейсбук. И потом, когда мы говорим о правительстве, надо полагать, что у исполнительной власти в этом смысле все полномочия ограничены принятыми законами. Нет закона, регулирующего вот то, что предлагает Фейсбук. Таким образом, мы можем предположить, что решение этой проблемы будет зависеть от законодателей. И в какую сторону законодатели повернут, я думаю, будет зависеть от того, какие взятки, грубо скажу, какие взятки Фейсбук даст тому или иному законодателю, который будет отстаивать интересы Фейсбука, а никак не страны. Ты понимаешь, тут проблема ведь в том, что это все-таки должно будет пройти как закон. То есть это должно будет пройти через все круги ада. Ну, тут будет интересно посмотреть. Ты не видел эти слушания, когда Зуккерберга на слушании вызвали? Ну, это же не. Когда сидели сенаторы, которые сидят, у которых карманы избирательные набиты. Причем, по их лицам можно понять, у кого карманы набиты, а у кого еще нет. Зуккерберг с бургером. Да, да. Так что... Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы просто как бы свое впечатление о контрационных лагерях вам рассказать. Пожалуйста, пожалуйста. Так интересно, я где-то год или два года назад мне попалась статья в Фейсбуке о том, что проводили... Ну, там как бы интервью было с девочками лет 13-14 в школе. И одна из девочек, когда ее спросили, что такое Холокост, она ответила, что это, наверное, клей для обоев. Вот. И как бы... Ну, как человеку, который вообще понятия не имеет, что такое Холокост, объяснить, что это? Для нее наказанием, так сказать, было. И организовали экскурсию в Польшу в концентрационный лагерь. И вот потом она как бы... Там целое видео есть. Какое было у нее впечатление, когда она это все увидела своими глазами. Ну, да. Я считаю, что вот этим вот людям, которые сравнивают все эти у нас лагеря для содержания вот этих перебежчиков или, так сказать, людей, которые пытаются сюда проникнуть с такими местами, может быть, им тоже организовать такую экскурсию, чтобы они могли сравнить, что там было и что здесь есть. Вы знаете, кто... Вот какое-то впечатление на них произведет. То, что вы говорите, это абсолютно правильно. К сожалению, единственное то, что те, которые так говорят, поверьте мне, они говорят так не потому, что они просто не знают, а им абсолютно... Они говорят так для того... Ну, я не знаю, почему. То есть, ты можешь сказать, почему, а я тебе скажу, для чего. Для того, чтобы вот это поколение, которое подрастает, что оно имело представление именно такое. Когда будете говорить о Холокосте, об ужасах нацистов, они будут себе представлять вот этих детей, которые находятся в детеншн-центре, развлекаются там и так далее. То есть, я поэтому и сказал, что они как бы нивелируют и пытаются минимизировать ту трагедию, которая произошла. Вот своими вот такими высказываниями. Спасибо вам большое. Давайте примем следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, естественно, вот эти вот так называемые демократы, на самом деле, социалисты, исламисты, коммунисты, фашисты, они заточены на свою идеологию, они проводят работу. У них, видите, это же абсолютно аморальная партия, которая разрушает религию, разрушила уже практически, посмотрите, что делается с христианством здесь. Разрушает культуру семьи, разрушает культуру Америки, ненавидит эту страну. И единственное, ненавидят белых, несмотря на то, что большинство из них белые, антисемиты, антихристиане и все остальное прочее. Они заточены на то, чтобы получить власть. Для этого им нужно оболванить, оболванить как можно большее количество людей. В связи с тем, что они имеют контроль над средствами массовой информации, 97%, над системой образования. У них это получается. Поэтому они врут и врут и врут. Это единственная их база врать и оболванивать. Поэтому все то, что мы обсуждаем, их не исправишь никакими этими концлагерями, если их послешь туда. Они просто туда не поедутся. Для них это смешно даже. Зачем? У них совершенно другая задача. Понятно. Спасибо большое. Шланок, добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Вы знаете, по поводу вот этих вот всяких ужасов антисемитизма, хорошо было бы вот людям почитать бы две книги. Перла и Лофтус и Арн. Тайная война против шевереев и вот ужас Холокоста. Потому что там все расписано с указанием имен, что делано, документы все указаны. То есть там протрезвение для тех, кто хочет это услышать, протрезвение будет очень... Вот в этом ключевая фраза для тех, кто хочет это услышать. Кто хочет, да. Да, потому что... А вторая часть, в общем, по ходу, по звуку вы там говорили. Сейчас ведь децентрализованная система, есть такая точка сделок, unstoppable domains, которая неконтролируема ни одним правительством и никем. Просто из-за инерции потребителей, они пока не развиваются. Такой black stack. Там разные домены, там она стоит всего лишь 10 долларов входная оплата, а дальше ты делаешь, что хочешь. Да. Но из-за инерции, так сказать, людей, они не развиваются. А так, в принципе, они никем не контролируются, ни одним правительством. Вы понимаете, вся история в том, что когда Facebook начиналась, если вы это помните, ее тоже никто не контролировал. Делай, что хочешь, и так далее. Поэтому сегодня уйти куда-то в другое место, да, это может быть идея, но... Да, но потеряешь, так сказать, определенный круг. Нет, дело в том, насколько долго хватит вот эту платформу оставаться независимой. Ну, на какое-то время хватит, наверное. Ну да, вот так и будем бегать от платформы к платформе. Спасибо за ваше мнение. Один вопрос ты задал, Александр. Да, второй вопрос был бы, разница в еде, наверное, все-таки существенная между тем, как кормят тех, которые находятся сейчас у нас на южной границе, и тех, которых кормили или не кормили в концлагерях. Третье, это... Меня интересует, скольких людей расстреляли просто потому, что они себя плохо чувствовали, вот в наших концлагерях на границе. Это третий и последний, четвертый вопрос. Если этим людям там так плохо, дадут ли они подписку о том, что как только мы откроем этот лагерь, ворота этого лагеря, они тут же быстро бросятся в Мексику. И, кстати, Акасия Кортес не единственная. Еще один кандидат, Бета Рурк, тоже сравнил иммиграционную политику Трампа с Холокостом. Ну, это модно, ты понимаешь, вот это вот меня бесит больше всего. Говорят огульно только потому, что это модно. Это не просто модно, это дает им политические... Капитал, потому что их база это подонки. Чисто. Половина из них антисемиты, половина ненавидят Америку всеми фибрами души. И вот на них они играют, на них они работают. И очень обидно, когда некоторые, на мой взгляд, вроде люди нормальные, начинают им подыгрывать. Знаешь, люди это нормальные. Вопрос в том, что это люди, которые... Причем, ты знаешь, даже нет вот ни одной зацепки. Вот хотел бы зацепиться и сказать, да ладно, ну вот так нужно. Нет. Я не представляю, что должно быть нужно, чтобы оправдывать нацистов и концлагеря. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, а я бы хотела еще поговорить о другой стране. Вот у нас замечательное радио. Спасибо вам, Сережа. Действительно, вы у нас уникальный человек. И как бы я не в первый раз это говорю, потому что это как бы истина. И надо как бы и говорить то, что... и положительное тоже. Но так вот я хочу сказать, даже вот на этом радио, да, многие выступающие, грамотные и хорошие люди, прям чувствуют, что хорошие люди. Многие из них еще как бы поддерживают тех, которые борются за нас. То есть я имею в виду, например, есть такая замечательная газета. Она сравнительно новая, но я не знаю, сколько ей лет, там 5-8 лет, да, называется «Эпоха Таймс» и «Зе эпоха Таймс». И замечательная газета. Стоит она не бешеные деньги, чуть больше 100 долларов за год. И там такая информация, которую вы не найдете нигде, уверяю вас. Я часто слушаю ваши передачи, я это уже давным-давно знаю, потому что я там прочитала. И еще, даже если бы она не была такая замечательная, я бы все равно на нее подписалась, потому что это консервативная газета, то есть газета, которая говорит правду. Если мы не будем поддерживать вот такие газеты, если мы не будем поддерживать... Есть вот на ТВ, есть в интернете newsmax.tv.com. Вот это, если мы не будем поддерживать, так что же мы удивляемся, что промывают мозги. Мы должны поддерживать тех, которые за нас борются. И политишин тоже самый, вот Алексей сказал, что он обычно политикам не посылает, а я посылаю. Я Трампа посылаю ежемесячно. Я не могу посылать по тысяче, я не могу посылать по сто, но я посылаю постоянно. И не только ему. Спасибо. 10% вообще каждый порядочный человек, ну, естественно, религиозные все, 10% отчисляют от своего инкома, нет. Много ли таких в нашей комьюнити? Есть, безусловно. Но чем больше будет, тем лучше будет. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Мы должны сейчас уйти на перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся обязательно. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Кстати, вот последняя наша радиослушница звонила по поводу того, поддерживаем этих, поддерживаем. Я должен ее поблагодарить, она поддерживает нас. И последнее время мы стали получать не только звонки, но и письма о том, что люди, которые хотят сделать донейшн, чтобы поддержать радио «Народная волна», испытывают технические проблемы на сайте, на нашем. Там появляется, если вы хотите сделать донейшн, там есть кнопка. И действительно были проблемы, но вчера удалось всю эту проблему решить с припалом. Так что, если у вас не пропало желание поддержать свое любимое радио, вы можете теперь это сделать. Теперь буквально два слова, возвращаясь к предыдущей теме. Значит, наш хороший знакомый один, который ввязался в этот спор по поводу концентрационных лагерей, уточняет, что лагеря смерти – это не концентрационные лагеря, это разные вещи, поэтому можно смело сравнивать то, что происходит на границе, вот с концентрационными лагерями. Так вот, это был первый шаг, это маленький шаг. Следующий шаг. Вот на CNN комментатор, зовут ее Энджела Рэй, уже говорит о том, что мы движемся в направлении лагерей смерти, имея в виду детеншн-центры, которые расположены на южной границе. То есть, потом они будут говорить, что это и есть те самые лагеря смерти, и потом мы опять будем удивляться, почему это юное поколение, которое вдруг спрашивает о Холокосте, а у них представление будет о Холокосте, как вот об этих лагерях, об этих детеншн-центрах. И мы будем удивляться, как же так, люди, они не понимают, не знают, не учат, а их, потому что их учат вот этому, и сравнивают Холокост, вернее, сравнивают иммиграционную политику нынешней администрации с Холокостом, или центры по содержанию нелегалов с лагерями смерти. Вот примерно в этом направлении все и движется. А ты знаешь, что самое интересное? Так действует пропаганда лево-радикального отребья. Почему-то все очень быстренько забыли о том, что в 77-м, 8-м, 9-м годах это было во время правления Картера, и это были администрации демократов. Когда началась кубинская проблема, где кубинцы просто повалили валом с Кубы в Соединенные Штаты, очень быстренько были построены вот этой администрацией демократов. Были построены в лагеря временного содержания на территории вот вокруг Майами, Майами-Бич, Форт-Лоределл и так далее. И более пяти лет людей держали в этих лагерях до выяснения личности. И это были демократы, но об этом никто не говорит. Потому что, ну, двойнисты, как Байден недавно где-то выступает. Республиканцы говорят, что у них есть стандарты, а у нас есть дабл-стелл. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сережа, меня удивил этот звонок, что говорит о немецкой концлагере. Пусть он просчет нюрнеберский процесс. Что, он идиот, что ли? Откуда он взялся? Что, он с планетой? Кто он такой, этот дебил? Это же кошмар! Это просто кошмар! Это трагедия! Это трагедия! К сожалению, этот человек далеко не дебил. Это человек... А кто же он такой? Ну, это уже другой вопрос. Спасибо. Вы видите, в чем дело? Что вот и на телевизоре, на самом... на нетворке, который представляет Америку по всему миру, CNN смотрит во всем мире. Да. И представляете, у людей на другом конце света, вот, комментатор в телевизоре говорит, что мы уже построили концентрационные лагеря на южной границе, но мы движемся в направлении лагерей смерти. Вот так нас воспринимают во всем мире. Потому что CNN эту пропаганду разносит. Конгрессвумен Акасия Кортес заявила о том, что это настоящие концлагеря. Ее поддержал Джаред Недлер, председатель юридического комитета Конгресса. Поддержал, что это действительно концентрационные лагеря. Ну, в общем... А ты мне скажи такую вещь, еще один вопрос. У меня очень много вопросов по этому поводу, ты видишь. Значит, есть такое понятие detention center. Правильно? Что значит detention center? Это центр временного содержания. Разница между concentration camp или концентрационный лагерь и лагерь временного содержания, это уже огромная разница. А еще если мы... Ты мне скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о лагере смерти. Дай мне одно определение официальное, где использовалось такое понятие, как лагерь смерти. Это были концлагеря. И никто не учитывал, это были концлагеря для нелегалов или это были концлагеря смерти. Была разница. Концлагерь и detention center. Все. Хотелось бы задать нашему знакомому юристу, который отстаивает правоту слов Акасии Кортес. Он, дескать, вот людей задел... Он как бы с юридической точки зрения обосновывает. Людей задерживают до решения судьи. То есть они судью в глаза не видели. Судья не вынес решение их задержать. А мы их задерживаем, потому что у них нет статуса или нет документов. Хотелось бы спросить, вы и вся ваша братья, выступающая, как бы не выступающая за открытые границы. Ну вот переходит толпа в тысячу человек через границу. Их встречают пограничники. По вашему разумению, по вашим убеждениям, мы не можем этих людей определить в detention center, потому что, на ваш взгляд, это концентрационный лагерь, который, по мнению некоторых комментаторов в CNN скоро превратится в лагерь смерти. Так что же мы должны делать? Что должны делать пограничники? А ведь среди этих людей, которые переходят границу, есть действительно какие-то люди с детьми, есть какие-то люди, которые взяли в аренду детей, есть какие-то члены картелей, которые перехерачили часть картеля на той стороне, и потом бегут от второй половины картеля. И вы хотите, чтобы они пришли сюда. Ну, вот человек разумный, казалось бы. Я понимаю, что с юридической точки зрения может быть и так, но он же человек разумный. Нет, тоже не так. Сереж, в том-то и дело, потому что человек слава блудит. Понимаешь? Человек слава блудит. До того, что человек увидел судью, вот если у нас, если я, не дай бог, сегодня, меня задержат за DUI, не дай бог стучу по голове, хотя я не пью. Но, куда меня посадят? Что, себе в карман? Или меня к себе домой возьмут? Даже с юридической точки зрения, ты оказался более правоверным. Потому что я не занимаюсь слава блудием. Понимаешь? Он пытается подо все подвести юридическую основу, рассчитывая на то, что больше об этом никто даже не понимает. Вот в чем проблема. Слишком много адвокатов, которые занимаются слава блудием. И поэтому есть такая шутка, на которую они обижаются. Но она есть. Как ты знаешь, что адвокат обманывает? Очень просто. У него губы шевелятся. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что вот эти друзья демократические, они просто подлецы, они преступники. Потому что они вкладывают в умы вот этого молодого поколения с промытыми мозгами идею, что это такие же лагеря, как были во время Холокоста. Значит, правы те мусульмане, которые заявляют, что Холокоста не было. Потому что это на самом деле никакой не Холокост. Да. Это об этом как раз я и говорил. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А все-таки какие же ты мерзавцы, которые так выступают. Почему? Потому что что такое консенсационный лагерь? И что такое с них же? Их что, не кормят? Их что, не дают спать? Их избивают? Нет. Ничего этого нет на самом деле. Многие из них жили всю свою предыдущую жизнь в условиях гораздо-гораздо более худшего. Гораздо худшего. Это выводевая казуистикой занимаются действительно и славобудем полным. А вообще-то адвокатскую врачу, честно говоря, я... Нет, мне не все. Есть ребята, очень толковые, порядочные адвокаты, которые действительно чтут законы, которые действительно делают все по закону, которые нас выдергивают из таких передряд. Ну, это нормальные толковые адвокаты. Я считаю, что адвокат должен одно из двух. Если он является каким-то членом какой-то политической партии или иметь какой-то наклон именно к какой-то, он должен об этом сказать открыто, честно, порядочно, и тогда все будут понимать, о чем идет разговор. А кричать, бить себя кулаками в грудь и кричать одно, а говорить абсолютно противоположно, ну, вы мне извините, я это оправдать не могу. Ну, и Чикаго, как всегда, подтверждает свой статус самого коррумпированного города в Америке. Вот в очередной раз очередного олдермена прошел рейд ФБРовцев. На сей раз это была Керри Остин, которая в это время находилась в Джиллиан Перси, в Перси Джиллиан Хайскул вместе с Лайтфуд, с Маршей Чикаго, а тем временем ФБР провел у нее обыск в ее офисе. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Подожди, секундочку, так еще же Дин Олдермен сейчас его дернули за фальсифицированный репорт этой украденной машины. А, да-да-да-да, точно-точно. Это же тоже Олдермен. Точно. Ты понимаешь? Так что тут... То есть, ну, я боюсь, что ничего, к сожалению, кардинально... Я вчера сравнивал вот штаты, да, штаты, управляемые демократами и штаты, управляемые республиканцами. Вчера я дал сравнение наш штат и потом Техас, Вискансен в лучшие времена и Огайо. Понимаешь? Вот тебе, пожалуйста, о чем дальше говорить? И тут же можно сравнить Калифорнию, Нью-Йорк. Да. И вот... Демократы ведь стремятся вот к этому. То есть, они же хотят безраздельной власти демократов. А к чему приводит безраздельная власть демократов? Можно посмотреть, просто посмотреть на Калифорнию, посмотреть на Нью-Йорк, посмотреть на наш штат. Ну и, конечно. И все, и все становится ясно. Нет, они хотят, чтобы это было по всей стране. Ну что, неужели, вот я не понимаю, неужели вот эта ситуация в нашем штате может служить примером для всех американцев? То есть, вот так должна жить вся Америка, как мы живем в этом штате. Ну, судя по тому, по заявлениям лидеров президентской гонки среди демократов, они именно так и считают. Ну, Берни Сэндерс там free, 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 free. И, значит, медикер для всех. Слушайте, 30 триллионов долларов. Там чуть больше 30 триллионов. А если хорошо посчитать, то почти 40. Да, а как правило, я в качестве примера все время привожу медикер. Когда его первоначально планировали, вводили, его оценили в 9 миллиардов долларов. На сегодняшний день медикер, по-моему, миллиардов 600. Ну, как минимум. Потому что медикер с медикейтом вместе около триллиона долларов стоит. Так вот, при том, что мы, значит, 20 триллионов, уже 20 с лишним триллионов государство должно. А пустяки ерунда. Кстати, это лежит таким грузом. И, по-моему, никто об этом сегодня всерьез не говорит. Ни те, ни другие, не республиканцы, ни демократы. Люди не понимают, что вот то, что происходит, это возьмем, вот пойдите с вашим ребенком, да, и одолжите деньги на его имя. И потом, вот когда вас не станет, а ему придется расплачиваться за те долги, которые вы на него повесили. Может быть, так до вас дойдет более конкретно. Потому что какая-то прострация. подумаешь, 20 триллионов туда, 20 триллионов сюда. Заплатим, ничего страшного, напечатаем. Кому заплатим, как напечатаем. У народа просто не понимают. Вот смотри, значит, 20 триллионов уже должны, 30 триллионов это вот медикер для всех, бесплатное образование это еще триллиона, полтора триллиона простить долги студентам. То есть, ты, 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 ты триллионов набрать. А где же деньги брать, Марусь? То есть, значит, я вам хочу сказать, наша экономика составляет на сегодня же деньги это порядка 20 триллионов в год. Да. Понимаете, да? В общем. Вся, это вот, это вот вся экономика где-то порядка 20 триллионов. То есть, доходы от, от этого, ну, где-то нет, что называется. Может быть, процентов, я не знаю, ну, по бездну, собирают. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день собирают в казну, ну, там, во времена Обамы, когда налоги выросли, до 23 процентов, по-моему, собирали. 23 процента от 20 триллионов долларов, вот посчитайте. А где же взять деньги вот на эти все сумасшедшие программы? У Барли есть сумасшедшая идея. Вместо 25 процентов мы будем платить 90 процентов. Хорошая идея. То есть, представляешь, доллар заработал, 90 центов отдал. Зато у тебя бесплатная медицина. Додайте мне эти деньги, я вам такую бесплатную медицину устрою. Я хочу сказать, что, ну, понятно, студенты безмозглые, безголовые, которые вот они только пошли учиться, и их тут же начинают пичкать марксистской теории, о нем ведутся. Но ведь есть люди, которые уже работают, которые уже закончили университеты, и все равно являются сторонниками. Сережа, вот вчера позвонила женщина. Я, кстати, этот фрагмент слушал. Слышал, да? Позвонила женщина, которая жаловалась, что вот как убедить ее дочь, которая уже работает. Да, что, согласно мне, оплатить. Смотри, 20 триллионов долг. В 65-м году, если не ошибаюсь, ЛБД объявил войну бедности. Ввели программу бедности, и, по-моему, дословно он сказал, теперь негры будут голосовать за нас на ближайшие 200 лет, сказал Линдон Джонсон. 20 триллионов долларов мы потратили на эту борьбу с бедностью. На сегодняшний день, когда ситуация несколько поменялась, то есть черных стало больше работать, афроамериканцев работы больше нашли. У либералов затряслись поджилки, потому что, если от них отвернется какая-то часть афроамериканцев, они потеряют власть. Несмотря на то, что они пытаются на чувствах испаноязычных спекулировать, они бесконечную эту орду нелегалов сюда тащатся, так что они теперь придумали. Мало того, что из поколения в поколение некоторые жили на эти пособия всевозможные, на всевозможные программы для афроамериканцев, теперь они придумали, а как бы нам еще завлечь афроамериканцев, ну, во-первых, мы разжигаем эту, разыгрываем бесконечную эту расовую карту. Этот расист, эти расисты, все они расисты, а вот только мы стоим за черных. Это, ну, это традиционное, это никуда не уходило, это было всегда, и во время избирательной кампании это вдруг всплезгивает. в какое-то время, до Обамы, пока там 8 лет ставил Буш, как бы расовый вопрос ушел. Его практически не было. Потом пришел Обама и начал опять раскручивать расовую карту. Но на это уже, как бы, надеяться особо нельзя. Они в 16-м году разыгрывали расовую карту, но не получилось. Так они придумали новую мульку репарации. Вы, сволочи белые, должны платить афроамериканцам. То есть, я должен платить за то, что якобы я отношусь к классу рабовладельцам, рабовладельцев, а черному, который прибежал сюда с Джамайки, но самое интересное, я должен ему платить. Но мы-то можем доказать, что у нас рабов не было, не у нас, и у наших предков. А вот как докажет, допустим, семья, ну, например, Джейлен Эдлора, вот как он докажет, что в его семье не было рабовладельцев. В общем, знаешь, но расчет-то ведь не на этот. Ты же понимаешь, что это на самом деле невозможно. Ни технически, ни юридически. Кого они притащили за уши. Ни технически, ни юридически, это невозможно обосновать. Но говорить об этом и дать какую-то, так сказать, кинуть еще какую-то каким-то черным, которые не хотят, не будут работать, а вдруг нам дадут еще других денег. Помнишь, как-то с Обама фоном ролик ходил по интернету? Да, да. Обама нам телефоны дала. Вот такие. А ты мне скажешь, ты говоришь, говорите об этом, так об этом же никто не говорит, никто же даже не обсуждает, как это все будет. Нет, главное говорить. Но слушание уже по этому делу сегодня начали. И кто выступал сегодня? Я не знаю. Я сегодня чуть не упал в обморок. Если я тебе скажу, ты упадешь в обморок. Я сначала думал, что я не дослышал. Я пошел к телевизору посмотреть на лицо. Дэнни Главер. Теперь у нас Spokesperson эксперт по репарациям. Это человек, те, которые не знают, кто такой Дэнни Главер, это киноактер, черный, довольно неплохой киноактер, такой, где-то второго ряда, не первого точно. Он всегда играл такие supporting roles. Так вот, Дэнни Главер, теперь, которому уже 80 лет, который читать толком не мог, ему дали бумажку и сказали читай. А он читал и все время терял мысль. Понимаешь? Оказывается, теперь Дэнни Главер, человек, который зарабатывал совсем нехилые бабки, будучи даже актером второго плана. Но он играл в театре, он играл это. Теперь он у нас оказался экспертом по репарациям. Кто он такой? Только потому, что он в свое время сыграл черного раба в каком-то фильме, где его там побили очень серьезно. И второй фильм был Look Who's Coming to Dinner, по-моему, или что-то в этом роде. Короче говоря, теперь у нас есть эксперт Дэнни Главер. Он не понимает, что, о чем он говорит. Ну, ему дали бумажку, у него абсолютно черномазое лицо. Сзади него, вот эти вот, знаешь, это театральное представление. Сзади него сидели такие две тетушки Джемаймы, такие здоровые, такие черные, накрашенные. Вот у нас теперь, ну вот, есть о чем поговорить. Шоу устроили, кому-то кинули надежду, может нам еще, ну, кому-то, кто живет на пособие, ну да, из поколения в поколение, а может еще пару копеек будет платить эти сволочи белые, которые вот нас тут угнетали всю жизнь. Да, 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 и они всерьез это обсуждают. Других проблем в этой стране нет. Абсолютно. Мы все живем хорошо, спокойно, нормально у нас. Да, вот такие, брат, дела. Вот такие дела. Да, кстати, вот мы говорили уже о том, что наши местные законодатели удвоили нам с 1 июля, вступает в силу новый закон, будем платить в два раза больше налог на бензин, и при этом в этом же законе там есть такой пунктик, пунктик, который дает возможность этим жуликам, которые сидят в Спрингфилде, индексировать этот налог с учетом роста инфляции. То есть они будут бесконечно, бесконечно этот налог поднимать. То есть если учитывать, что рост инфляции 7% годовых, значит 38 центов каждый год нам будут добавлять добавлять, добавлять, добавлять. Вот такие умные парицы. Кто-то из нас вообще слышал, а на что эти деньги пойдут? Как на что? Они же подняли себе зарплату. Вот на это. Друзья, спасибо огромное. Всем будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok